Я вновь и вновь возвращаюсь в утробу матери, как размышляет эмбрион, находясь там в полной тьме, в полной тьме, кромешная тьма. Но он живет, растет, питается от матери, потом появляется на свет с криком и ужасом, куда я попал, куда я попал. Хотя все видно становится, все видно. Добрый день, дорогие друзья. Да благословит Господь нашу встречу. И да будет все сказанное мною только по воле Его. Не хочу ничего говорить от себя. Я хочу говорить только то, что Господь хочет, чтобы я сказала. И да будет так. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И вот, понимаете, мы приходим в эту жизнь, в свет, который опять же весь лежит во тьме. Вроде бы свет, а мы ничего не видим. Продолжая тему предыдущих наших с вами встреч, мы ничего не видим. А дети Христовы, имея, уже приобретая, не имея, я неправильно сказала, я только в пути, я все время в пути, я стараюсь приобрести ум Христов. Но вот находясь в Духе Святом, приобретая ум Христов, мы способны видеть невидимое, верить в сказанное Господом, не видя этого. Нам не нужны никакие подтверждения. Это сказано Господом, потому что Бог есть истина, путь, жизнь. В нем нет лжи, в нем нет лукавства. Дух Святой — это такая чистота, это такая Личность, такая Личность, что мы с вами, почему мы в жизни встречаемся с людьми, и нам настолько радостно общение с этими людьми. Мы ощущаем вот эту Божественную силу, вот этот Дух, который излучают такие люди, и нам хочется с ними общаться, хочется питаться. Приобретать эти знания, умение, мудрость эту. Божьи дети, они по-другому ощущают этот мир, по-другому реагируют на тот ужас, а Господь сказал именно ужас, не ужасайтесь. Иисус сказал, вы не ужасайтесь, этому должно быть, и воинам, и всяким военным событиям, и гладам, и морам, и всему этому должно быть. Почему должно, вы спросите, почему? Ну, проклята земля была за поступок Адама с Евой. Грех вошел в жизнь человека, изначально сотворенного по образу и подобию Божьему, совершенно без страха, без какого-либо греха. Иисус искупил нас, Он умер вместо нас за все то, что происходило, вот все, что было, вот уже не выдержал, пришел, искупил нас, умер за нас. Но зло же никуда не делось, Он дал нам возможность, Он дал нам возможность, приобретая его, получив дар Духа Святого, измениться, изменяя себя, изменяя мир. Мир изменить невозможно, потому что здесь правит лукавый. Понимаете, сатана настолько искусен в своих проявлениях, и в первую очередь это сплошная ложь и клевета. Но люди же, все это вскроется, нет ничего тайного, чтобы не стало явным, все это вскроется, как любой гнойник, он либо сам прорвется, либо его разрежут и вычистят. Но в любом случае вскрытие покажет, как нам говорят, да, вскрытие покажет. Так вот, ничего нет тайного, чтобы не стало явным. И вот тьма, тьма, родившись на свет, мы должны с вами выбраться из этой тьмы, парадокс. И без Иисуса нам не выбраться, нам не выбраться из этой тьмы. Мы так и будем в тьме, находиться в этой, во тьме будем находиться. И вот смотрите, что странно. Как раз не странно то, что дети маленькие, дети боятся темноты и прячутся за папу, за маму. Так как вот в утробе там темно, и младенец, он как бы под защитой Божией, через маму свою, он в этой темноте, и ему не страшно, потому что он защищен. Странно то, что взрослые боятся света. Вот что странно. Они боятся света. Они не хотят идти ко Христу. Они не хотят. А потом, понимаете, всё время сетуют, всё время рупщут. То не так, это не так, всё это. Потому что придётся, понимаете, когда человек приходит ко Христу, ему нужно искренне раскаяться. Искренне раскаяться. Принять Христа, начать этот путь, начать поиск этого света, как бы очищаясь от всей этой тьмы, в которую погружен человек здесь на земле. Во всех отношениях, абсолютно во всех отношениях, сплошная тьма. И как можно судить и человека, если мы говорим «чужая душа потёмки». Что мы можем вообще знать? Бог знает. Бог знает. Это наше дело вообще закрыть рот и никого не судить. Мы ничего не знаем. Всё время говорю и буду говорить. Мы не знаем ничего. Нам обо всём потом расскажут на небесах. Потому что всё равно тайное всё вскроется. Может быть, при жизни где-то успеем что-то узнать. Но почему взрослые света боятся? Потому что придётся отказаться от многого. А отказаться от чего? От этого покухничества. Потому что всё в нашей жизни сплошные идолы. Сплошные идолы. Мы им поклоняемся. Мы привыкли. Нам так удобно. Ну, сейчас я буду менять всё. И вот когда мы не хотим ничего поменять, когда нам так хорошо, сладко, Господь говорит, ну ладно, я тогда вмешаюсь своей властью. Потому что Он верховный судья. Мы всё время забываем о том, что помимо того, что Бог есть любовь, Он ещё и верховный судья. Он верховный судья. Это его право вообще прекратить любое существование, кого угодно и где угодно. Это его право. Его право. Определённый властью до времени наделён и лукавый, чем он и пользуется сейчас, пока ещё чаша не переполнена гнева Господня. Он ещё терпит, он ещё медлит. Определённой властью. И властью, как бы вам ни показалось это странным, наделены и мы, каждый человек. Мы наделены этой властью. Нам она дана. В той мере, в которой нам она дана. Даже не будучи начальниками, президентами и так далее, каждый человек. Потому что у нас свобода воли. И мы властны выбирать для себя то или другое. Третьего не будет, но два будет выбора всегда. Холодно или горячо. Чма или свет. И нужно дальше. Слова Антонима, можно продолжать и продолжать. Поэтому, когда мы с вами говорим и читаем, что мы живём под благодатью, это всё так, и Бог есть любовь, это всё так. И Он нас любит и прощает. Грехи, какие бы мы ни натворили, Он прощает нас. Но Он и Верховный Судья. Иногда, Он прибегает к этому, имея на то полное право, и начинает судить народ. Вот, смотрите. Прочитаем с вами сейчас. Исход. Десятая глава. Двадцатого стиха. Но Господь ожесточил сердце фараона, и Он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма. Осязаемая тьма. Тоже читаешь, читаешь эти места, всё время с Писанием, Бог возвращает к этому. И каждый раз как-то ты по-новому окунаешься во всё это. Ожесточил сердце фараона и не отпустил сынов Израилевых. Многие задают эти вопросы. Но зачем Господь ожесточал сердце фараона? Для того, чтобы явить свою славу. Он и так знал его сердце, что он не отпустит. Он ещё и ужесточил его. Он видит, он знает. Зачем нам задавать эти вопросы? Он и после этой тьмы не унялся никак. Он даже после того, когда его первенца, всех первенцев в Египте, Господь покарал, это тоже не было уроком для фараона. Он всё равно же погнался за ними. Поэтому зачем задавать вопросы на пятой, на шестой, на седьмой казни в Египте, которые Бог творил для своей славы, дабы потом и Израиль это передавал из уста в уста, из поколения в поколение. И чтобы это всему, понимаете, как бы там ни жгли, как бы ни уничтожали слово, всё равно слово Божие. Вот в 21 веке до нас оно дошло. Как бы ни было. Как бы ни старались. Потому что уже написано всё на сердце человеческом. Не на каменных скрижалях, а уже написано на сердце человеческом. То, что просто уже с плотью умрёт, но Дух всё равно будет жить. Душа всё равно к Господу пойдёт. И поэтому как ни уничтожай, как ни ожесточай, всё равно, понимаете, он вообще... Поэтому не будем мы тут задавать вопросы. И вот простри руку твою к небу, и будет тьма. То есть у него был посох, у Моисея, как знамя Господа, которым он все чудеса Божьи творил. То прикасался к скале, то над морем воздвиг, и оно разошлось всё время. Ток к воде прикоснулся им, и кровь стала. Вся вода в крови. Ну, всё, понимаете, всё это не указ было. Всё равно сердце было фараона, жестоким сердце было. Но Господь ещё ожесточил, чтобы не отпустил сынов Израиля. Думал, вдруг у него там как-то что-то, понимаете. Он, ну ладно, ты иди, только скот не бери. Как бы благое дело сделал. А Богу нет. Это был не план Божий, чтобы народ отпустить, а скот оставить. И он, Моисея, говорит, нет, требуй, чтобы и скот пошёл. Чтобы я твоего лица больше не видел, фараон заорал. Ну, чего ещё захотел? Всё, но он больше и не увидел лица Моисея. Потому что после этого была последняя казнь, когда всех первенцев Господь уничтожил, включая сына фараона, недавно родившегося. Не надо воспринимать моё повествование, как то, что я всему этому радуюсь. Я принимаю это. Я просто принимаю это как факт. И читаю вам Священное Писание. Не торопитесь никогда никого осуждать. И не будете сами осуждены. И вот Моисей простёр руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской. Три дня не видели друг друга. И никто не вставал с места своего. Три дня! Можете себе представить? Чтобы такая была тьма, осязаемая тьма, что никто не мог, вот где она застала человека, он не мог встать с места. Страх обуял, потому что он встанет, и всё, он провалится куда-то, ещё что-то как-то. Но у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и сказал, «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал, «Дайте также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принесли Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмём на жертву Господу Богу нашему. Да коли не придём туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон, «Пойди от меня, берегись, не являйся более предлицом мое в тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрёшь». Ну вот он и не увидел больше лица. И сказал Моисей, «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Тьма. Страшно, понимаете, страшно. Когда у человека нет ясной картины, когда человек не понимает и не знает, что происходит, лучше помолчать и не делать никаких выводов. преждевременных. Никого не осуждать, тем более никого не оскорблять. Никого. Потому что в каждом человеке, в каждом человеке сегодня там тьма, а завтра там появится свет. он раскается и начнёт свой путь в поиске Бога. Он начнёт свой путь. Да, человек раскраивается. Вот вы сейчас можете спросить, «Ну как же так? Я уже покаялся, а что? Я ещё не с Богом?» Нужна личная встреча. Нужна личная встреча. Человек покаялся, сказал он, для проформы он это сказал, или как он это сказал, искренне он это сказал. Одному Богу известно. Прочитать молитву покаяния и сказать, что я принимаю Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, это сказать, это не сделать. Но нужно сделать, нужно начать этот путь в поиске Бога и идти Ему навстречу. Он сам выйдет навстречу, как в притче о блудном сыне. Отец вышел навстречу и обнял своего блудного сына. Должна быть личная встреча. Личная встреча. Мы, люди, мы не знаем сердца людей, которые каются, поэтому судить мы никого не будем и нельзя, и зачем. Бог видит. А Бог видит. Но люди, живущие без Бога, они живут в полной тьме. В полной тьме. Восстань, святись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. То есть все язычники, я думала, вчера рассуждала, изначально, понимаете, изначально мы говорили о том, что значит еврей. То есть это переход, это все время переход. Наша Пасха с вами, понимаете, это переход из тьмы в свет, из смерти в жизнь, из рабства переход в благодать Божью, в свободу, в свободу, в истину и жизнь. Ибо, перейдя из рабства, окунувшись в слово, оставленное для нас Богом, мы приобретаем свет, мы приобретаем жизнь. И придут народы к свету твоему и цари к восходящему над тобой сиянием. Мы тянемся к свету. Только представьте себе, на мгновение тут три дня была кромешная, осязаемая тьма, никто не вставал со своего места. По воле Божьей так было сделано. Господь волен и сейчас все что угодно сделает. Человек не будет готов ни к чему. Свет в нас, Божий свет, не даст никакого страха, хоть что будет здесь на земле. Он дает нам силу, упование во Христе Иисусе. Тема тьмы и света, она будет до тех пор, пока мир не прекратит свое существование. Борьба тьмы, она будет всегда. Но если свет в нас, нам ничего не должно быть страшно. Вот несколько еще цитат. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? В нем была жизнь и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий делающий зло ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. Опять говорит Иисус к народу и сказал им, я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Доколе я в мире, я свет миру. Аминь. Я заканчиваю уже. Да благословит Господь каждого из вас. Просто несколько стихов. Псалом 35-10 стих. Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет, Псалом 118-й, 105-й стих. Слово твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Даже если кромешная тьма будет в этом мире, она и есть тьма, потому что лукавый постарается. Свет Божий будет с нами и мы не упадем. Он будет нас держать. Будьте благословлены. Спасибо Господу за это время да высияет свет в каждом из твоих детей Господь. Каждый из твоих детей. Да будет благословенно имя Господне грядущее века. Да будет прославлен наш великий Господь